Пациент. 58 лет. Мужчина. Год назад была травма, после которой был диагностирован перелом шейки правой бедренной кости. Была произведена операция, установлен фиксирующий отломки металлический штырь. Наблюдалось ращение перелома и штырь удалили. Затем появились боли в суставе, отек мягкой ткани сустава, на коже открылся свищевой ход с выделением гноя. С этими жалобами пациент обратился к хирургу, который рекомендовал выполнение КТ. Зона исследования. Правый тазобедренный сустав. Контрастное усиление не проводилось. При анализе результатов МСКТ использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Трехмерная реконструкция. При анализе данных выявлено. Определяется застарелый надвертельный перелом шейки правой бедренной кости с формированием ложного сустава. Диастаз между отломками до 16 мм. Явлениями гиперостоза и деструкции костной ткани бедренной кости. Определяются следы от металлоконструкции. В наружных отделах мягких тканей правого тазобедренного сустава единичные пузырьки воздуха диаметром до 5-7 мм. Сформирован свечевой ход, в просвете которого воздух диаметром до 6 мм. Прилежащие мягкие ткани отечные. Суставная поверхность филтрудной впадины с признаками субхондрального склероза. Признаков деструкции ее не выявлено. Заключение. КТ-картина посттравматического остеомиелита правого тазобедренного сустава с формированием гнойного сустава с вещевого хода. Состояние послеоперативного лечения. Рекомендована консультация гнойного хирурга. Такие данные КТ говорят о том, что сустав инфицирован, в нем идет воспаление, которое разрушает кость и прилежащие мягкие ткани. Воспалительный процесс вышел наружу, открылся свечевой ход, через который идет дренаж продуктов распада. Пациент нуждается в лечении у профильного специалиста гнойного хирурга. Лечение будет идти в два этапа. Первое – санация очага инфекции. Второе – протезирование тазобедренного сустава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова